Ориджинал Син 2 Ориджинал Син 2 Вместе с вами 40-50 часов Да, это по-прежнему так Ага, но может быть появятся возможности Как-то уменьшить время игровой сессии В кооперативе? Ну, есть два пути Играть в кооперативе, даже три Вы всегда вместе с напарником Это тот человек, которого вы знаете Как вы играли бы в настольную РПГ Вы можете заменить человека, но он будет Отыгрывать все того же персонажа Если вы хотите устроить пи-випи, то В сиквеле появится арена И, наконец, есть режим игровой мастер В последнем случае можно будет собраться в компании друзей или незнакомцев и устроить приключения на пару часов. С хорошим мастером будет весело. По моим ощущениям, Дивинити ориентирована не столько на сюжет, сколько на изучение мира, его истории и персонажей. Обычно в играх серии есть глобальная цель, как в старых Fallout. Изменится ли это в Original Sin 2? Мы вложили много сил в повествование. Например, с новой системой предыстории героев ряд моментов зависит от того, каким персонажем вы играете. Что мы не могли сделать, так это тащить игроков от ролика до ролика снова и снова. Это помешало бы нам реализовать возможность взаимодействовать с миром. Поэтому у нас нет квестов, мы не можем заставлять игрока придерживаться линии одного квеста, ведь есть много способов достижения одной и той же цели. Мы предпочитаем использовать понятие цель. Например, в первом акте вам необходимо выбраться с острова. В зависимости от того, как вы это сделаете, вы увидите основную сюжетную линию в определенном ракурсе. У каждой выбранной предыстории этот ракурс будет разным. У нас есть тысячи сюжетных кусочков, а за одно прохождение вы увидите несколько сотен из них. И это будет ваша история. Это та основа, которая обеспечивает высокую степень свободы в игре вроде Original Sin. Это цена, которую нам пришлось заплатить. Никаких эффектных скриптовых сценок, показывающих, как с неба красиво появляется монстр. Мы не могли этого сделать. Но мы смогли дать игрокам сюжетную свободу. В прошлой части было очень много второстепенных заданий. Было круто, что они являлись не банальными короткими квестами, а маленькими историями, которые могли оказаться взаимосвязанными. Будет ли этот элемент как-то развит в Original Sin 2? То есть, будут ли определенные второстепенные события как-то влиять на основную историю или переплетаться между собой еще больше? Как раз об этом я говорил. Ваше приключение будет вашей персональной историей. Историей прохождения, как мы ее называем. Даже если вы не выберете заранее заготовленного героя, она все равно у вас будет ваша главная цель. Вы идете к ней в мире, где происходят события, и вы можете влиять на них. Можно сказать, игра является вашим игровым мастером. Что-то вроде «вы поступили таким образом, поэтому теперь в мире происходят вот такие вещи». Каждое принятое решение дополняет вашу историю. Судя по версии в раннем доступе, предыстория героя действительно влияет на происхождение события. Например, стартовая точка для персонажей сильно разнится. Этот эффект будет пронизывать всю игру. Да, в этом заключается наша идея. То есть, будут заметные различия как в середине повествования, так и в финале? Да, как раз перед моим полетом в Москву мы обсуждали сцену, которая сыграет важную роль в истории. И она будет заметно отличаться от определенного героя. Для него она будет происходить в том же месте, с тем же персонажами вокруг, но случится определенное событие исключительно для данного героя. Действительно эмоциональное. Это основная идея, то, к чему мы стремимся. Куда бы вы ни пошли, везде будет разворачиваться ваша уникальная история, случаться что-то особенное, специально для вашего протагониста и ни для кого больше. Прочие герои встретились бы с теми же персонажами, но сцены были бы иные. Кстати, о решениях и о последствиях. В предыдущей части они были сиюминутные. Делаете выбор, они сразу приводят к определенным событиям, и в будущем уже не припоминаются. Как будет в сиквеле? Появится гораздо больше долгосрочных последствий. В первом акте определенная последовательность действий приведет к тому, что в следующем акте вы скажете «Вот черт». В первой части была такая классная вещь, действительно очень нравилась. Наш собственный дом, крепость. Крепость на краю времени, кажется. Ага, убежище в конце времени, если точнее. Точно. Собственно, в сиквеле будет нечто подобное. Конечно, теперь ваше прибежище «Леди Возмездия». Это корабль, который вы захватите при побеге с острова. На нем вам предстоит путешествовать по разным местам. Необычным местам. Есть еще одна интересная деталь касательно вашего корабля, но мы пока не хотим распространяться на этот счет. Вернемся к этой теме несколько позже. Хорошо. Скажите, если игрок предпочитает опыт одиночного прохождения, чего ему ожидать? В Original Sin были напарники под управлением ИИ, но их личности не были достаточно хорошо проработаны. Это были просто архетипы. Воин, маг и в общем-то все. Как дела обстоят на этот раз? Будут ли у напарников свои личные истории? Предыстории, которые вы не выберете для своего героя, станут предысториями напарников. По мере прохождения они будут развиваться. Например, вы можете начать в качестве эльфийки, которая похожа на главную героиню убить Билла. Она стремится отомстить. Она была рабыней, которая убегает из Империи Ящеров. В определенный момент она встречает бывшего представителя знати, Красного Принца, у которого своя сложная ситуация, и он является возможным компаньоном. Но если вы будете играть за Принца, то увидите ситуацию с иной стороны, как вас находит эльфийка и приставляет иглу к горлу. И это очень круто, видеть те же события с разных точек зрения в зависимости от выбранного героя. То есть, каждым компаньоном может играть живой человек, а если нет, то персонаж в игре все равно есть и управляется компьютером. Да-да, для каждого компаньона заскриптована своя линия поведения. Получается, в этой истории у каждого компаньона своя цель. Если я, например, выберу эту эльфийку, я смогу изменить ее цель. В начале она стремится к мести, а затем я подумаю, что хватит, пора все отпустить и идти дальше. Разумеется, это возможно. По сути, это и есть главная история эльфа. Выберет ли она путь мести, или решит найти силы простить. На самом деле, у нее увлекательная история с неожиданными поворотами. Встретим ли мы кого-нибудь из старых знакомых, вроде одного известного мага в острой шляпе? Конечно, без таких личностей дело не обойдется. Вы его встретите. Одна из вещей, на которых мы фокусируемся, проработка истории мира. Кое-какие элементы серии меняются, но мы хотим, чтобы игроки чувствовали, что это та же вселенная, где действие происходило и ранее. Определенные персонажи связывают эту вселенную. Например, остров, где вы начинаете, носит имя безумного мага, которого вы убили в конце первой карты в Original Sin. Таких связей много, но при этом вам не обязательно играть в предыдущую часть, чтобы понимать происходящее событие. В первой части была интересная и интуитивная система крафтинга, но применить ее было практически негде. Будут ли какие-то новые возможности в сиквеле? Да, уже есть. В первую очередь, система создания навыков. Вы можете собирать их из уже имеющихся. Что касается создания вещей, то есть некоторые вещи, которые мы пока не анонсируем. Но точно будет возможность улучшать предметы и добавлять им новые свойства. Например, если вы воин и нашли интересное оружие, дающее бонус лучнику, вы сможете его изменить для нужд своего героя. Появятся уникальные души, которые позволят создать редкие и очень мощные вещи. Насколько я помню, появится еще и такая вещь, как создание заклинаний, но что под этим понимается? Будет возможность по сути изменять свойства текущих заклинаний. При разработке прототипа мы, например, соединяли чары призывания пауков и невидимости, чтобы получить невидимых пауков. В первой игре была реализована интересная возможность взаимодействия огня, воды и прочих элементов между собой. Не получится ли у игроков в сиквеле сотворить абсолютное заклятие? Что-то сверхмощное сделать не получится. Мы позволяем менять только свойства текущих заклинаний. Есть много интересных возможностей по скрещиванию разных элементов, так что нужно экспериментировать. Кстати, а планируется ли Original Sin 2 для консолей? Нет. Это связано с тем, что первая часть на консолях выступила не так успешно, как хотелось бы? О, нет-нет. Абсолютно не так. Это был успех. Полмиллиона проданных копий, 88 баллов на метакритике — это явный успех. На восьмом месте среди лучших игр по оценке критиков для PS4 и, насколько помню, пятая на Xbox One. Это нельзя назвать не очень успешной. Конечно, нет. Я несколько о другом. Есть много проектов, которые действительно хороши и удались в плане качества, но не очень хорошо продались. Ну, полмиллиона для игры вроде Original Sin — это круто, поверьте. О, в таком случае это замечательно. Я правильно понимаю, что сейчас вы сосредоточены на версии для ПК, а позже всё-таки займётесь консольными? Мы идём тем же путём, что и раньше. Для консоли игру потребуется доработать. Она очень сложной, сделать её удобной и правильно работающей на всех платформах крайне непросто. Многое поменялось, поэтому использовать старые трюки не получится. Нам придётся всё придумать заново. А сделать это с учётом режима разделённого экрана ещё сложнее. Поэтому нам понадобится много времени и сил, чтобы всё получилось правильно. А если не делать правильно, нет смысла вообще что-то делать. Но у нас получится, мы работаем над этим. Есть ли у игры дата релиза? В моей голове да. Где-то в 2017-м? Ага, в 2017-м. Не в этом году, как бы мне этого не хотелось. Над игрой ещё требуется поработать. Мы получаем много отзывов по версии в раннем доступе. Собственно, вы уже можете её попробовать, если не боитесь спойлеров. Ясно. К сожалению, времени у нас не осталось. Что ж, спасибо вам, что заскочили. Удачи! Вам спасибо за интересный рассказ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!